привет мои дорогие девочки мои зрители с вами лилия донскова и сегодня по многочисленным просьбам мы снимаем видео наконец-то как сделать маникюр и покрытие лаком чтобы лак держался долго у каждой девушки я уверена есть свой какой-то лайфхак а может даже и не один как она это делает и так далее я расскажу свой личный опыт потому что я как всегда говорю оценю время я ценю все натуральное и поэтому я люблю ногти сделаны собственными руками обработаны с наименьшими временными затратами и чтобы это было как можно на дольше и у меня по статистике лак держится где-то примерно 5-7 дней но одну фишку я вам скажу прямо сейчас для того чтобы уберечь маникюр и кожу рук от старения обязательно используйте перчатки когда вы занимаетесь домашними делами по хозяйству моете ли вы посуду полы или делаете генеральную уборку просто оденьте перчаточки это вам ничего не стоит а кожу сохраните и маникюр намного дольше ну что поехали посмотрим как я делаю маникюр сам процесс и потом я покажу как я покрываю лак и какие средства использую для этого ну готовы вперед а и Итак, так как я человек, который ценит время, я маникюр делаю сама и делаю его очень быстро. И я сейчас вам вкратце расскажу, что же я делаю. Вот вы видели у меня две чашечки. Первую чашечку с горячей водой я налила масло. Это новинка с авокадо. Потрясающий аромат, шикарное масло. И я погрузила в него руки. И, если вы заметили, я покрывала также водичкой с маслом и верхнюю часть рук, чтобы они напитались маслом. Кожа рук разгладилась. Посмотрите, какая стала прям молоденькая, такая красивая. В этой воде я находилась примерно 5-10 минут. То есть, много не нужно. Главное, чтобы размягчилась кутикула. Затем я взяла нашу шикарную щеточку для ногтей и отодвинула кутикулу и почистила ногти. То есть, такими резкими движениями, отталкивая кутикулу, я помогла отторжению этого ненужного нам, как говорится, нароста. Следующий этап был, я взяла специальный предмет для того, чтобы удалить кутикулу. Я аккуратненько оттолкнула уже мягкую кутикулу, не повредив ногтевую пластину. То есть, здесь нужно делать очень мягкие, аккуратные движения. Если кутикула отодвигается плохо, значит, нужно еще размочить руки в воде побольше и хорошо пройти щеточкой. Затем я взяла такую мягкую палочку с прорезиненным окончанием насадкой и подвернула кутикулу. После этого я вымыла руки уже в следующей ванночке. Здесь просто была теплая вода. Я вымыла ручки, очистила бумажной салфеткой ногтевую пластину от масла. Это очень важно. То есть, она немного влажная салфетка. Я удалила масло с ногтевой пластины. И пилочкой, очень удобная наша пилочка серия из Иван, я проработала всеми четырьмя сторонами. Начиная с первой, грубой я подровняла окончание ногтя, придала форму. Затем шлифанула, полирнула, сделала полировку. То есть, все, ногти привела в порядок. И потом я увидела, что в некоторых местах кутикула все-таки выглядела некрасиво. То есть, если регулярно ухаживать за ногтями, то есть не запускать, то кутикула перестает расти или растет очень медленно. И ее достаточно просто оттолкнуть, маслицем смягчить, и она не торчит. Она выглядит очень так элегантно, корректно. То есть, ногти выглядят обработанными и ухоженными. Но у меня в некоторых местах торчали кусочки кутикулу. И я щипчиками, остренькими маленькими щипчиками убрала просто и придала ухоженный вид до конца. То есть, получилась у нас завершенность. Следующий этап. Я взяла новинку. Это новое средство. Это пленка для ногтей. То есть, она и покрытие базовое под лак, и пленка. То есть, она будет сниматься одним движением руки. То есть, нужно будет подцепить у основания, с какой-то стороны, подцепить эту пленочку и аккуратненько снять с ногтевой пластины. Я это делаю первый раз. У меня такой эксперимент. И теперь по этой пленочке, она уже у меня высохла, мы наносим, сейчас скажу вам, код пленки сразу. 33727. Код пленки. И сегодня я получила новый лак из распродажи, а если вы успеете, тоже возьмите себе такой красивый, насыщенный цвет перламутровый. 32736. Ну и как раз попробуем новинку. Я люблю новые лаки очень-очень. Так, сейчас мы будем аккуратненько покрывать ногти. То есть, меня часто спрашивают, как сделать так, чтобы лак держался долго. Вот нужно пройти все этапы. Самое главное, перед тем, как наносить базовое покрытие, вы должны убедиться, что у вас ногтевая пластинка чистая. Так, на щеточке буду красить. Чистая и нежирная. То есть, обезжирить обязательно. Вот такой интересный цвет лака. Что я хочу отметить, он слегка прозрачный. Ну вот, я люблю лаки из серии The One, которые с плотным покрытием. Там достаточно одного слоя, но этот блестящий, и он потребует у нас двух слоев нанесения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделала два покрытия, то есть, два слоя лака такого красивого. Цвет, конечно, просто бесподобный. Такой необычный, еще с отливом. И так как слоев много, чтобы быстро высохло, закрепить результат, и чтобы лак держался. Я всегда использую еще покрытие сверху. В этот раз я беру закрепляющее покрытие для лака, а еще и с сушкой, то есть, с эффектом сушки. Он ускоряет высыхание лака, закрепляет, придает еще больший глянцевый блеск. И лак держится просто шикарно. Так, где моя подставочка. Возвращаем ее. И аккуратненько проходим всю ногтевую пластину. И так, вуаля, маникюр готов. Очень быстро, очень легко и просто. Для самых прям ленивых, какие только могут быть девчонки. Сделать его может каждый, при этом не затрачивая средств и денег, так скажем, и времени. Потому что для меня очень важно время. Потому что каждый поход на маникюр занимает несколько часов. Поэтому удобнее сделать быстро самой, когда удобно. Поэтому делайте сами. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если они есть. И да, рады с вами пообщаться. Если видео полезное и понравилось, ставим лайк. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!